Минутой молчания в память о погибших украинцах открыл свою работу Мировой экономический форум в швейцарском Давосе. Это ежегодное собрание в Верхах, где бизнесмены и политики обсуждают проблемы насущные и заключают важные сделки. В этом году съехались более 30 лидеров государства и правительств. Прибыла на форум и украинская делегация, которую возглавляет премьер-министр Николай Азаров. На месте события работает наш корреспондент Оксана Кундеренко. Она изучила повестку дня. О том, что интерес к украинским гостям в Давосе высокий, свидетельствовало то количество репортеров, которые встречали правительственный самолет в аэропорту Цюриха. Я насчитала не менее 50 журналистов. Видимо, последние события в Украине не безразличны участникам такого глобального собрания, как Давос. О чем говорит и тот факт, что рабочие заседания сегодня открыли минутой молчания в память о погибших минувшей ночью в столкновениях на улице Грушевского. Об этом в своем твиттере написал глава Европарламента Мартин Шульц. Минута молчания по погибшим в Украине на рабочем заседании в Давосе. Для любого экономического развития в первую очередь необходим мир в стране. У нашей делегации в Давосе запланирован ряд двухсторонних встреч с представителями большого бизнеса, мировых банков, главами государств. В рамках основной программы в расписании форума слушания, посвященные исключительно Украине. Тема заявлена громкая. Перспективы экономической и политической будущей страны в тесном сотрудничестве как с Европой, так и с Россией. Днем Николай Азаров успел пообщаться с британскими журналистами из BBC. Ну а в эти минуты он на частном ужине для высоких гостей, организованном основателем форума профессором Клаусом Швабом. Следующие два дня у главы украинского правительства обещают быть напряженными, учитывая вопросы, которые наверняка возникнут у мировых лидеров к высшим украинским чиновникам. Оксана Кундеренко и Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Давос. Швейцария.